так пытаюсь понять есть ли у нас эфир уже не не могу определить если он у нас а и вроде бы я себя вижу а вы меня видите видите ли вы меня слышите ли вы меня если вы меня видите и слышите то напишите пожалуйста в чате то вы меня видите а также что вы меня слышите в к звонке чутка подглючивают поэтому не чат я по крайней мере вижу и ваши комменты вижу есть так сейчас я проверю что закрепилась ли закрепилась ли сообщение я чуть-чуть пораньше вывел начал эфир чуть-чуть пораньше для того чтобы люди заходя на страницу не крутили головой паники а где же а что же а куда же а куда же мы за пропали сразу же видели что у нас идет трансляция так есть проверяйте как пишутся комментарии отправляются ли комментарии видна ли моя физиономия есть друзья мои давайте так я пока еще будем считать что пока еще мы ничего не начали пока еще мы с вами разгоняемся напишите пожалуйста кто здесь впервые и кто уже проходил какие-то мои курсы платные или бесплатные и в особенности кто из вас уже был на практической магии и кто был на годе день а если ничего не про не проходили то напишите что впервые здесь ничего не видела не знаю у нас кстати довольно много я вижу судя по по комментариям я вижу и как какое-то количество людей которые вот просто случайно сегодня утром увидели где-то и такие вот давайте давайте поучаствуем так светлана иду с вами в третий год впервые впервые довольно много впервые была на всех курсах магии вот сознательный пользователь сразу видно сознательного пользователя так ну я понимаю я прекрасно понимаю у меня тоже это не не первый тренинг далеко я из открытых тренингов такие открытые тренинги я веду аж с 2008 года поэтому я прекрасно понимаю что надо как-то устаканится надо стабилизироваться надо понять где чего где что на вот но конечно естественно меня немножечко раздражает когда я пишу пост о том что вот здесь пройдет эфир да все вот все прям вот здесь вот да и люди прямо в комментариях к этому посту начинают мне задавать вопросы а где все пройдет вот вот пост вот здесь вот все пройдет ну вот я надеюсь что рано или поздно все таки все найдутся все кому надо хотя опять же да вот я сейчас вижу да у нас 92 человека смотрят а вписалась в тренинг больше двух тысяч человек где остальные остальные очевидно сидят и пишут не а где а почему мне не пришла ссылка вот ссылка отправляется опять же я проверил рассылку может рассылка у меня глючит нет рассылка отправляется если вы правильно ввели адрес то рассылка отправляется ежедневно если вы не получили письмо значит либо рассылка попала в спам проверьте папку спам либо вы неправильно ввели адрес такой тоже бывает довольно часто либо вы отписались от рассылки что тоже бывает очень часто потому что письма я пишу каждый день на самые разные темы не все мои письма всем нравятся да есть люди которые Фанаты моих писем, есть люди, которым это надоедает, и они такие, да зачем? Отпишусь, отписываюсь. А потом, а где письма? Почему вы не присылаете мне рассылку? Или когда люди начинают с рассылкой переписываться, начинают мне отвечать на рассылку, какие-то комментарии свои давать. Это тоже мне очень мешает. Так, впервые, да, и платные, и бесплатные. Да, довольно много впервые. Ничего, хорошо. Так, ну все, 12.01. Я думаю, что можем начинать уже, друзья. Значит, да, уже 116 подключаются люди. Друзья, прежде всего я напоминаю, что в нашей сценарной мастерской, кой я являюсь основателем и руководителем, идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала. Прямо сейчас, right now, это не реклама, это информирование о услугах и товарах. Сейчас же закон о маркировке. Мы его соблюдаем, поэтому рекламой не занимаемся, соответственно, и ничего не маркируем. Так вот, идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала. Это лучший курс по написанию сценарий телесериала и на русском языке, и на английском языке. Других вариантов я не знаю. Я проходил англоязычные курсы и знаю наши. Вот если вы хотите стать сценаристом, написать сценарий телесериала, самый прямой путь, самый простой вариант – это поступить в нашу сценарную мастерскую. Ссылка чуть позже я потом ее поставлю, добавлю в описание видео. Сейчас пока отвлекаться не будем. Хорошо, значит, смотрите, мы с вами провели год достижения целей, и год у нас был посвящен деньгам. Тем из вас, кто присоединился к нам только сейчас, если вдруг вы, например, про себя знаете, что «Ой, блин, мне сейчас не до радости, мне надо цель достигнуть, надо квартиру купить» или еще что-то. Есть какая-то прям цель такая, что вот все сейчас надо отодвинуть, надо достичь цели. Идите на наш канал на YouTube, значит, там первый год практической магии, проходите, достигайте цели, потом возвращайтесь. Или, например, там большая боль деньги, да, нет денег, надо деньги заработать, надо кредит выплатить, еще что-то там, надо из долгов выбраться, надо заработать денег на учебу или еще что-то. Опять же, не до радости. Может такое быть. Да, то есть могут быть такие ситуации, когда реально просто не до радости. Вот. В этом случае идите, опять же, год денег, там сколько-то, 50, по-моему, или 48, около 50 вебинаров, около 50 уроков, годовая программа. Идите, проходите, выполняйте задания, решайте свои финансовые проблемы и возвращайтесь сюда. Вот. Я исхожу из того, что те люди, которые прошли год практической магии, да, год достижения целей, научились достигать свои цели. Теперь те, кто проходили год денег, решили свои финансовые проблемы. Теперь, наконец-то, мы с вами чистой радостью можем заняться. Но, на самом деле, вот эти два предыдущих годовых тренинга, это не совсем про цели. И это не совсем про деньги. И не только про цели, и не только про деньги. И мы очень важные задачи, устройство человеческой жизни, обустройство человеческой жизни, мы решали на полях между делом. И мне очень ценно то, что многие писали о том, что, например, вышла замуж, да, цель была такая, финансовая задача была такая, да, а решилась совсем другая задача. Или там переезд куда-то, да, получение образования, нашла любовь, вылечила ребенка и так далее, и так далее, да, то есть вещи, которые вроде бы никак не связаны с тем, чем мы занимаемся. Но, тем не менее, да, эти задачи начинали решаться. И это не случайно. А, вот хороший вопрос Дмитрий задает. Можно сразу оба проходить параллельно? Радость и деньги? Не советую. Сразу скажу, не советую. То есть, если вы попали сюда, да, и в режиме реального времени есть возможность проходить этот тренинг, проходите этот. Какие-то вещи ключевые мы будем повторять, на самом деле. Этот год мы посвятим радости. Я долго думал, честно говоря, да, я вообще хотел в какой-то момент, я думал, ну, вот два года я тащу это, надо и отдохнуть, надо заканчивать уже. Вот, потому что, ну, это безумие, да, то есть годовой бесплатный тренинг. Никто никогда такого не делал, да, при том без вообще, без какой бы то ни было монетизации, да, то есть я, да, конечно, я там упоминаю о том, что там идет набор в мастерскую и так далее, и так далее, да, но отсюда в мастерскую приходит, я не знаю, может быть, 3-4 человека. Я понимаю, что вы все, по большей части, не сценаристы, то есть это не, условно говоря, это не часть инфобизнесовой воронки по вовлечению людей в написании сценарий. Абсолютно, то есть совсем другая история. И я, выбирая тему, я всегда смотрю, как бы, что резонирует у меня у самого, чем мне самому хочется заниматься. Потому что, конечно же, когда я делал год целей, я, естественно, решал свои задачи в процессе этого тренинга. Я достигал своих целей, и эти цели были достигнуты. Когда я решал, занимался годом денег, опять же, я решал свои финансовые задачи в числе прочего. Не в том смысле, да, что за вас счет решал эти финансовые задачи, да, а за счет того, что подсвечивая те или иные темы, да, разбираясь в тех или иных темах, я и сам, что называется, знаете, как в анекдоте, да, 10 раз объяснил, сам понял. Это в том числе. Я и мастерскую-то в свое время создал 15 лет назад для того, чтобы самому понять, собственно, как писать сценарий. Вот, и не уверен, что 15 лет спустя я это 100% понял. Продолжаю понимать, это процесс бесконечный. Так вот, мы самые важные задачи, мы решаем на полях между делом. Да, и у меня есть прописанная программа, да, то есть я в настоящий момент, я в точности знаю все, что будет происходить на следующих 50 занятиях. При этом я понимаю, что мы по этой программе не пойдем. И у меня есть 4 варианта, 4 направления, 4 способа в настоящий момент, как мы, возможно, будем проходить эту программу. И я понимаю, что мы, скорее всего, будем каким-нибудь там невообразимым пятым способом это проходить. Потому что вот опыт этих двух лет показывает, что программа всегда меняется в процессе. И меняется довольно сильно, да, то есть я делаю шаг, мы с вами делаем шаг, я смотрю на то, что происходит у вас, смотрю, что происходит у меня, да, как, что резонирует, что меняется в окружающем пространстве. И делаю следующий шаг, исходя из этого. И в итоге появляются какие-то темы совершенно новые, совершенно неожиданные для меня. И какие-то темы, я понимаю, что не надо им заниматься сейчас, надо чем-то другим позаниматься. То есть самая главная моя задача здесь, на этом тренинге, это создать безопасное пространство и создать поле, в котором начинают происходить разные чудесные вещи. И вот когда это, я для этого делаю определенные целенаправленные усилия, в числе прочего, да, в том числе, да, это усилие по отсеиванию тех людей, которым не нужно быть на этом тренинге. Иногда довольно жестко такое бывает. Вот, так что не удивляйтесь, если это вдруг, например, вас коснется и следите за собой, да, не провоцируйте того, чтобы вас попросили на выход. Ну, может такое быть. Окей, значит, теперь давайте напишите два слова о себе. Кто вы, чем вы занимаетесь, чем зарабатываете на жизнь, где живете. Вот буквально там два-три предложения. Я не буду все это зачитывать в эфире, но просто глазами посмотрю, чтобы тоже знать, какой у нас разброс. Два слова расскажу о себе, поскольку многие из вас вообще не знают, кто я такой. Наверное, надо понять, почему я этим занимаюсь. По изначальной своей творческой профессии я драматург театральный написал некоторое количество пьес, которые были поставлены и в России, и за рубежом. И, наверное, можно сказать, что я один из немногих российских драматургов, которые котируются в Европе и постоянно постановки, ну, не знаю, как сейчас будет, да, но до сих пор были постоянные постановки в Польше, в Венгрии, в Германии, да, постоянно европейские какие-то постановки происходили. И плюс я являюсь единственным российским, что называется, пожизненным сотрудником объединения драматургов «Миллениум Фронт Театр», который базируется в Бонне и, соответственно, участвую в различных театральных проектах. Кроме того, я являюсь сценаристом и написал в свое время большое количество сценариев для тех, наверное, телеканалов, которые у нас выходили, анимационных фильмов и так далее. Тоже, если интересно, фильмографию вы можете найти, посмотреть. И сейчас я перешел на тренерскую работу 15 лет назад, 1 декабря будет 15 лет тому, как появилась моя сценарная мастерская. Это первая частная онлайн-школа в России. Первая частная школа – это школа МИТЫ, она за полгода до нас, а онлайн, в онлайне первые были мы. И у труд-сценаристов уже достаточно давно большое количество наших авторов работает достаточно успешно. Сейчас у нас три направления в мастерской. Первое – сценарное направление. И, как я уже говорил, сейчас как раз у нас идет набор на сериальный курс, самый наш, самый востребованный курс, поскольку, ну, если вы собираетесь работать с сценаристом, вам нужно уметь писать сериалы. Сегодня век сериала, золотой век сериала. Также вот сейчас у нас буквально в пятницу у нас начался первый поток онлайн-курса по написанию пьесы. Он набран уже, набор закрыт. И раз в год у нас идет тоже скоро заканчивается текущий поток курса по написанию романа, который, на мой взгляд, тоже достаточно успешен. В частности, например, сейчас бестселлерами являет роман Павла Манилова «Папа», написанный на этом курсе, и роман «Гарторикс», написанный тоже на этом курсе, Юлий Ильц. Так что наши выпускники рвут фич-арты. И если по мастерской какие-то вопросы будут, да, тоже заходите на наш сайт, фичинга.ру, изучайте, смотрите. Если будут какие-то вопросы, задавайте, я вам на них отвечу. Но в целом, опять же, мы сценарным мастерством здесь заниматься не будем. Ок. Смотрю, да. Все очень хорошо. Мне очень нравится вот такой разбров в Германии бездельничать. Что может быть лучше? У меня, я когда в Германии как раз-таки работал, бездельничал, значит, и там парень один был, переводчик, который должен был перевести некий кусок текста. Вот он приехал, значит, и я у него спрашиваю, а ты чем тут занимаешься? Он говорит, стараюсь ничего не делать. Вот мне это очень понравилось. Это намерение достаточно такое благое, я считаю, ничего не делать. Так, организационная информация. Вебинары будут проходить по понедельникам в 12.00. Единственные, да, будут кое-какие исключения, не единственные на самом деле, будут исключения в январе. У нас будет пропуск занятия, потому что с 1 по 10 января у нас всегда идет онлайн-курс самодисциплина. И еще одно занятие, я думаю, что это будет 9 октября, оно, скорее всего, пройдет в записи. Ну, я вас тоже заранее об этом предупрежу, скорее всего, я его запишу заранее в записи и выложу, потому что я там буду в поездке находиться и не знаю, какая у меня там ситуация будет с интернетом. Но по умолчанию вебинар в понедельник в 12.00. В прямом эфире он будет проходить всегда здесь, всегда в ВКонтакте. Ссылку на страницу эфира я всегда высылаю напоминание утром в день эфира. Соответственно, если вы ссылку не получили, то вы, скорее всего, каким-то кривым образом вписались в рассылку. То есть вы либо указали неправильный адрес, либо у вас письмо попало в спам. Пожалуйста. Это реально, ребят, подбешивает, когда начинают писать, а я не получила письмо. Вас 3000 человек в рассылке. Ну, как бы давайте я каждому буду писать, кто не получил письмо, я буду писать. Вы получили письмо, а вы получили, давайте как-то самоорганизуйтесь. Найдите, сами найдите страницу, подпишитесь на нее и каждый понедельник в 12.00 ждите эфира, если хотите в прямом эфире. Смотрите, конечно, лучше смотреть в прямом эфире. Дальше, следующие правила. Они очень простые. Не материться, не хамить, ничего здесь не продавать. А у меня есть консультация на эту тему, а я делаю вот то-то, то-то. А вот вы скачайте мою PDF-книгу на эту тему, это, ребята, сразу бан, без всякой амнистии. Потому что особенно психологи, коучи любят такое отчебучить в комментах. Это мой тренинг, и, соответственно, здесь продаю только я свои консультации и тренинги. Как бы, ну, делайте сами, соберите, сидите год, работайте с людьми, там продавайте все, что хотите. А вот здесь ничего такого не будет. Дальше важно тоже, вот человеку кажется, да, вот он услышал что-то знакомое, и начинается, да, кто-то написал, кто-то чем-то поделился. Тут же в комментах начинается какая-то раздача советов, начинается раздача каких-то дополнений. Вот смотрите, если у вас не просят совета, да, то есть если в комментах человек пишет, ребята, блин, у меня засада, да, я не понимаю, вот что с этим делать. Вот делаю так, а у меня результат вот такой. Посоветуйте. Это прямой запрос на совет. Естественно, на него можно и нужно, да, то есть если человек о совете просит, а если человек делится, но совета не просит, да, не надо давать ему советы. Не советуйте без запроса. Это реально очень сильно напрягает и очень сильно ухудшает экологию, да, поэтому я такое сразу быстренько вычищаю, да, и не удивляйтесь потом, вы придете на страницу, а доступ закрыт. Вот, и не надо дополнять, да, то есть услышали что-то там, краем уха, там, вот спиральная динамика, а вот на тему спиральной динамики есть еще вот такая книжка, да, и человек начинает там в комментариях дополнять то, что я рассказал, да. Да, поверьте, в 99 случаях я знаю намного больше, чем вы по теме. Ту книжку, которую вы советуете, да, я тоже знаю. И, соответственно, если я ее не назвал, то для этого есть какая-то причина, вот, и вам кажется, что дополняет, добавляя какую-то информацию, вы увеличиваете ценность. На самом деле вы ценность снижаете, потому что важно не только то, что я говорю, но и важно то, что я не говорю, да, то есть то, что я откинтровываю. Я не заваливаю вас информацией, отбираю только то, что вам нужно слышать и знать в том порядке, в каком нужно слышать и знать. Понимаю, что когда появляется человек, неуверенным голосом что-то такое рассказывать, естественно, хочется с ним поспорить. Это такой, ну, нормальный инстинкт. Если вы с чем-то не согласны, с тем, что я говорю, не надо спорить, вы и не должны быть согласны. То есть если бы вы были совсем согласны с тем, что я говорю, у вас были бы результаты такие, каких я добиваюсь, да, а у вас результаты не такие. Поэтому вы сюда и пришли. Поэтому спорить не надо со мной, не надо вот этого вот. Александр, а я не согласна с вами по этому поводу. Ну, не согласна, до свидания. Результат будет такой. Если вас все это реально выбесило, тоже могу себе представить. Все, что я сейчас рассказал, вас выбесило, например. Уходите. Вот справа есть такой вверху крестик, нажимайте на него, закрывайте трансляцию, отписывайтесь от рассылки. И больше я вас не побеспокою. Единственное, что если решили уйти, не надо прощаться, уходите молча. То есть не надо хлопать дверью, не надо писать, все, я сливаю этот тренинг, я ухожу, все, вы пишете, здесь все не то делаете. Ну, как бы, окей. Ну, из вас, тех, кто слушает этот урок в прямом эфире и в записи, мой опыт показывает, до конца дойдет 20%. 80% отвалятся. Это нормальная статистика, совершенно нормальная. Да, ну, вот те 20% результаты получат, 80% результат не получат. Вот. Не надо мне писать личных сообщений, не надо мне писать писем на мейл. Пожалуйста, еще раз, друзья мои, да, вы поймите, там, две, по-моему, 2700, что ли, тысячи человек в тренинге. Если каждый начнет мне писать, я буду только сидеть, отвечать на письма. А мне еще, кроме этого, да, это моя общественная нагрузка. У меня еще есть работа, моя сценарная мастерская. У меня есть студенты, с которыми надо работать. Есть своя творческая работа, да, то есть мне еще писать надо. Вот. Поэтому не надо меня отвлекать, да, то есть каждое такое письмо я человека сразу же удаляю из рассылки. И больше, больше его не вижу. Обучение идет на русском языке. Я читаю все комментарии, и все комментарии должны быть написаны на русском языке. Надеюсь, понятно, что я имею в виду, да, чтобы, опять же, чтобы не было вопросов, не было разногласий. Я знаю помимо русского языка английский язык, помимо этого знаю латынь, да, я же с вами, вы же понимаете то, что я вам говорю, да, да, у нас с вами общий язык русский, и мы на нем можем общаться. Я же вам не говорю тут что-нибудь там. Я думаю, что кто-то, может быть, поймет, что я имею в виду, да, но не только лишь все. Домашние задания каждый день. В конце недели будет подведение итогов. Самое главное, что называется, вы знаете, как в медицине есть действующее вещество, то, что приносит пользу, да, то, что воздействует, это именно ежедневная домашка. То есть, если вы делаете домашку, но не смотрите эфиры, вы получите результат. Если вы смотрите эфиры, но не делаете домашку, результата не будет. То есть, делать домашку важнее, чем смотреть эфиры. Аудио-версия будет в подкасте, ссылку я потом чуть позже выложу. То есть, можно слушать и аудио-версию, если кому-то удобнее, например, записи эфиров слушать, гуляя с собаками, или там лежа в ванной, тоже вполне нормально. На наш подкаст подпишитесь, найдите нас на iTunes и слушайте аудио. Тоже вполне себе стратегия. Вопросы готовьте к эфиру. То есть, на вопросы я буду отвечать во время эфира. Понятно ли вам то, что я сказал сейчас? И согласны ли вы с этим? Если понятно и согласны, напишите в чате. Понятно, согласен. Если что-то непонятно, задайте вопрос. Если не согласны с вышеизложенными правилами, нажмите, пожалуйста, справа крестик. И молча, не прощаясь, покиньте данный вебинар. Окей. Все, есть. Надеюсь, что он достаточно всех запугал. И теперь перейдем, собственно, перейдем к теме. Значит, смотрите, я буду говорить о некоторых вещах, которые вы и так знаете. Но об этих вещах нужно все время напоминать. Также я буду говорить о вещах каких-то, которые вам кажется, что вы знаете. Звучат знакомо, но на самом деле вы это не знаете. Приведу пример. Вот смотрите. Не так давно было проведено исследование, которое доказало, что люди с высшим образованием, кандидаты наук, академики, то есть люди, которые начитанные, которые имеют больший научный опыт, когда они оказываются в необычной ситуации, например, в походе, в деревне, в горах, в армии, в эмиграции, они труднее адаптируются к окружающей среде, чем люди без образования или люди с минимальным начальным образованием. Знали ли вы этот факт до того, как я вам его сказал или вы его узнали от меня? Напишите сейчас, что люди с высшим образованием труднее адаптируются к изменяющимся условиям жизни, чем люди без образования. Молодцы. Вот я за что уважаю нашу аудиторию, которая собирается на наших тренингах, это за высочайшее качество саморефлексии. Это действительно так. Большинство из вас написало, что не знало. Это правильный ответ. Не знало. Да, вы не знали этого. А теперь я вам объясню, почему вы этого не знали. Потому что это неправда. Потому что есть исследование, подтверждающее, то есть логически кажется, когда ты слышишь какую-то информацию, вот провели ученые, провели опыт и выяснили, провели опрос, провели исследование, подтверждающее то-то, то-то, то-то. И когда кто-то рассказывает, кажется, ну да, логически же так люди, которые сиди, просидели всю жизнь в аудиториях, они должны сложнее адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Да, логично, логично. Мы постфактум рационализируем. Но большинство из вас, честно, прокрутило это все и такое, нет, я это впервые слышал, я это не знал. Это прям очень здорово. Но, конечно, некоторые из вас сказали, да, 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 так и есть, так и есть. Это нормально совершенно тоже. Где-то там соотношение 60 на 40. Это очень хорошее соотношение. Это говорит о высочайшем качестве аудитории. А вот. Плюс мы же еще как бы подстраиваемся, да, то есть если все пишут, да, то и мы также начинаем писать. Вот. Это неправда на самом деле. Люди с высшим образованием в реальности адаптируются лучше. Кандидаты наук, доктора наук лучше адаптируются к любым меняющимся условиям жизни, нежели люди без образования. Да, это ловушка. Но мне очень нравится то, как вы отреагировали. То есть это прям... То есть если бы все сказали, да, 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 я бы прям расстроился. А вот. Хорошо. Дальше. Следующее, что я буду давать, я буду давать какие-то темы, которые вы точно знаете, 100% знаете. И я знаю, что вы их знаете. Но под немножко другим углом. То есть мы будем брать тему, но смотреть на нее с другого ракурса. И может быть мне удастся подсветить вам какие-то вещи, которые вы раньше не замечали. Кроме того, мы с вами будем возвращаться к темам, которые я даю там каждый год и не устаю давать. Мы снова-снова к ним возвращаемся и в мастерской, и на наших бесплатных тренеров. Это спиральная динамика, это тема окружения, это тема делегирования, тема планирования дня, тема дневных циклов, годовых, жизненных циклов. Мы об этом говорим каждый год. Я каждый год снова опять же что-то уточняю в этих темах, я снова и снова к этим темам возвращаюсь. Потому что это база. И мне самому тоже важно эту базу повторить. Так же, как в сценарной мастерской, я каждый год на каждом курсе сценарном повторяю урок по сценарной записи. Хотя, казалось бы, да, можно уже за это время записать урок и дополнительно его просто давать. Потому что мне тоже важно повторять базу. Ну и у нас будут и совершенно новые темы. Даже не сомневайтесь, вы обязательно за этот год узнаете что-то совершенно новое. Это произойдет неизбежно. Да, вы все разные. Мы все разные с вами. Мы все находимся в разных ситуациях. И результаты вы тоже получите разные. Но я вам могу гарантировать, я не могу вам гарантировать, что вы 100% получите идеальный результат. И это будет результат одинаковый. Но если вы будете делать то, что надо будет делать, выполнять задания, вы какие-то результаты обязательно получите. И они будут лучше, выше, позитивнее, чем если бы вы ничего не делали. Не все техники сработают для всех одинаково. Для кого-то сработает одно, для кого-то сработает другое. Но что-то обязательно сработает для каждого. Вот такое введение. Теперь давайте перейдем, собственно, к теме. То, чем мы будем заниматься. На самом деле, темой счастья я заинтересовался достаточно давно. И у меня был тренинг под названием «Технология счастья» где-то, наверное, лет 6 назад. И вот с разных сторон я эту тему все это время каким-то образом крутил. И вот сейчас, я надеюсь, за этот год мы с вами ее прям со всех сторон обсмотрим. Итак, давайте так. Попробуйте дать определение счастья. Что такое счастье? По вашему мнению, что такое счастье? Дайте определение счастья. Напишите прямо сейчас в комментариях. Что такое по-вашему счастье? А, вот прекрасно. Анна Петриченко пишет. А это точно факт? Вот молодец. Вот единственный человек из всех усомнился в том, что это факт. Так, отсутствие несчастья. Хорошо. Удовлетворенность с текущими обстоятельствами. Ощущения внутренние. Так, состояние эйфории. Когда утром радуешься новому дню. Когда легко и радостно. Отсутствие несчастья. Когда тебя понимают. Ровное ощущение благополучия. Возможность ни о чем не думать. Состояние. Вот это, кстати говоря, понимаете, мы очень часто так проскакиваем. Счастье – это когда тебя понимают. Цитату выхватили. А это очень глубокое, на самом деле, определение счастья. Оно очень точное. Оно действительно очень глубокое. Работающее на нескольких измерениях. Поэтому, любовь, я присоединяюсь к вашему определению. Возможность ни о чем не думать. Состояние удовольствия, видимо, благости. Когда хочу и могу. Все в кайф. Баланс гормонов. Ощущение полноты жизни. Опять же, я со всеми этими определениями абсолютно согласен. То есть, он все это и что-то еще. Вот все это. Все, что вы написали. Жизнь в согласии с собой. Вовлетворенность с жизнью. Сейчас мы попробуем с вами немножко в этом поразбираться. Когда я в потоке. У меня сверлят, в коридоре сверлят что-то там, меняют плитку. Поэтому я не буду просто сейчас перемещаться уже куда-то на балкон. Поэтому, если вам слышны какие-то звуки, то вы, пожалуйста, не пугайтесь и не убегайте. Так, Константин Негода. Перспектива очень-очень хорошо, очень важно. Сейчас мы об этом прям отдельно поговорим. Есть. Значит, давайте мы заглянем в кладезь мудрости в Википедию. И посмотрим, какое определение счастья дает она. То есть, я не исхожу из того, что Википедия – это истина в конечной инстанции, как большая советская энциклопедия. А я исхожу из того, что это существует некий общественный консенсус по поводу того, что такое это понятие, раз это появилось в Википедии. Счастье – это позитивная и приятная эмоция, варьирующаяся от удовлетворенности до сильной радости. Моменты счастья могут быть вызваны положительным жизненным опытом или мыслями, что немаловажно, кстати. Но иногда они могут возникать без видимой причины. И слово это используется в основном по отношению к двум факторам. Первое – это текущее переживание, чувство эмоций. То есть, это мгновение счастья. Вот кто смотрит… Так, сейчас, по-моему, кто-то позвонил в дверь, да? А, у меня там жена еще не ушла, откроет. Значит, я каждый вечер в 8 часов у меня на страницах в ТикТоке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке выкладывается короткое видео, 7-секундное, с вопросом, если вы были счастливы сегодня хотя бы одно мгновение, поставьте лайк. Для чего это делается? Не для сбора лайков, а для саморефлексии. Для того, чтобы человек, видящий это видео, он пересмотрел свой день и спросил себя, были ли здесь мгновения счастья. То есть, зафиксировать эти мгновения. И это именно мгновения счастья. Их в обычной ситуации мы как бы их теряем. Вот здесь задача эти мгновения подсветить. Если вы их подсвечиваете, если вы их замечаете, вы их начинаете видеть больше. То есть, счастье у нас может быть мгновение, мгновенное ощущение счастья, оно всегда мгновенное. Как только начали его осознавать, сразу же оно утекает. И оценка удовлетворенности жизни. То есть, оценка качества жизни. То есть, я не просто счастлив мгновен в моменте, а я счастлив вообще. Да, то есть, я могу, вот куда я не посмотрю, на какую область своей жизни, я ей удовлетворен и в целом все хорошо. Да, то есть, это общая оценка своей жизни в целом. Вот давайте посмотрим, давайте мы в этом, да, то есть, вот два аспекта, как минимум два, на самом деле их больше. Приведите пример того, что вас обычно радует. Вот что вам обычно создает ощущение вот этого мгновенного счастья. Вот приведите пример, вспомните моменты, когда вы переживали ощущение радости, ощущение счастья, и вот что вам дает это ощущение. Ну, например, когда я бегу в парке, в наушниках какая-нибудь любимая музыка, да, и светит солнце. Вот сейчас я отведу вебинар этот, возьму плеер, надену спортивные шорты и побегу на пробежку, да, и я буду абсолютно счастлив. Какие-то мгновения. Общение с любимым человеком, тренировка, запах кофе, а иногда даже не то, что запах кофе, а мысль о том, что, о, выпью-ка я кофе. И, о, вот оно, мгновение счастья. Поступление денег на счет, решение сложного вопроса, кошки, обнимашки, семейный ужин, взгляд в себя, объятия. Кофе захотелось. Текст, да, текст пишу, гуляю по лесу, природа, красота, творчество, успех ребенка, так, есть прогулка, обнимашки, хорошо, книга. Так, очень хорошо. Теперь давайте попробуем сделать такую штуку. Вот последние 24 часа, сейчас 12 часов 38 по московскому времени. Оглянитесь назад, до вчерашнего дня, до 12.38, вот в эти 24 часа, что вас радовало? Вот было ли у вас вот это ощущение счастья? И что именно вызвало у вас это ощущение? Ну, например, вот пример такого. Я вчера вечером сел переслушивать ремастеры альбомов Beatles, сделанные сыном Джорджа Мартина. И когда я услышал оркестр сержанта Пеппера в этом ремастеринге, у меня было просто, это был просто, это просто звуковой оргазм. То есть это, я сидел на балконе, слушал, я просто кайфовал, настолько это классно было. Да, вот ощущение счастья. Вот что вызвало эти ощущения счастья в течение суток последних. Концерт Курендиса, книга, солнце, спектакль, встреча с подругой, вкусняшка, котик пришел на подружку. Сложное дело, чай на даче, неожиданная встреча. Не было, вот у кого-то не было. Да, то есть у большинства что-то было, да, какие-то были ощущения. Вот, и мы с вами, в числе прочего, в течение этого года мы постараемся, будем стараться вот на этих моментах сосредотачиваться. Да, то есть мы будем свое внимание на них фиксировать. И как всегда, когда мы на чем-то фиксируем наше внимание, таких моментов будет становиться больше. То есть вы будете смотреть и думать, ого, а вот еще, а вот еще, а вот еще, а вот еще. Я сейчас запустил у себя на ютубе, запустил такую рубрику, рубрику, мгновение счастья, где я просто снимаю видео в какие-то моменты, когда мне было кайфово. Да, и у меня задача, чтобы у меня таких моментов, и видео выкладываются каждый час. То есть я не так, что каждый час выкладываю, да, я их там записываю, а потом сажусь и один раз выкладываю. Вот, и у меня задача, чтобы таких моментов в течение суток было 24, минимум 24, их может быть больше. Вот, и действительно, как только я начал на них сосредотачиваться, у меня этих моментов сразу стало больше. То есть я их стал больше видеть, моментов счастья. И, соответственно, это качество жизни очень сильно повышает. Дальше. Давайте так. А что обычно портит вам радость? Вот есть что-то, какая-то проблема, которая мешает радоваться. Например, опять же, во время пробежки у меня в глаз попала какая-то соринка. Вот. И невозможно радоваться, когда у тебя в глазу соринка. Да, и пока я не поехал к врачу, и мне эту соринку не удалили, да, я радоваться жизни не мог. Или зуб у меня, пломба сломалась, да, и, соответственно, и зуб болит. Вот. И ты не можешь, как бы, радоваться жизни, когда у тебя болит зуб. Вот. Соответственно, ну, нужно поехать. Поехали, я поехал к врачу, мне вылечили зуб, и все, чтобы все подчинилось. Так, мысли о нехватке денег, ранний подъем утром, нудные, назидательные монологи родственников, плохое самочувствие, долги, байдаечки, мрачные мысли, разногласия с близкими, когда мне ноют, сильный шум, когда все идет не по плану. Да, то есть, казалось бы, то нужно делать то, что приносит радость, и избегать то, что приносит боль, да, то есть стараться, чтобы вот того, что вы перечислили в начале, у вас было больше, а того, что вы перечисляете сейчас, чтобы этого было меньше, да, то есть делать какие-то действия для того, чтобы удалить вот это все из своей жизни. Но на самом деле все гораздо сложнее. Почему? Потому что наш мозг, он склонен к негативизму. И мы фокусируемся на плохих переживаниях чаще, чем на положительных. И это происходит из-за того, что это процесс эволюционный, да, то есть мы смотрим на опасности, смотрим на трудности для того, чтобы их избегать, да, для того, чтобы от них защититься. И если мы удовлетворены и довольны в течение долгого времени, да, мы расслабляемся. И это, во-первых, снижает у нас мотивацию для движения к цели. Зачем двигаться к цели, если я и так счастлив? Или еще хуже. Мы расслабимся, разжиреем, ослабнем, и нас сожрут хищник. Да, то есть нельзя расслабляться, будь голодным, будь несчастным, иначе тебя сожрут. Счастливчиков сжирают. Люди суеверно боятся радости. Есть даже поговорка такая, вот что-то так прет, аж страшно. А почему страшно-то, если прет? Ну, если прет, надо переться. И если слишком все хорошо, хочется, это не случайно, в нашей мифологии появились истории про то, что надо уравновесить свое счастье, надо выбросить в море любимое кольцо. И наш опыт всегда говорит, и история всегда говорит о том, что слишком много счастья – это предвестие несчастья. И именно поэтому люди к счастью не стремятся осознанно. Более того, теленаправленное стремление к радости, к счастью, оно неизбежно ведет или к присыщению, или к повышению уровня тревожности. То есть, или человек перестает вообще что-то чувствовать, такой, все испробовал, все удовольствие испробовал, больше ничего неинтересно. Или он все время тревожится, а вот еще вот это надо, а вот еще это надо, еще это надо. И то, и другое, в общем, так себе. То есть, счастье человек в итоге, стремясь к счастью, человек счастья не достигает. При том, что счастье, именно счастье является нашей целью. Поэтому нам надо с мозгом поиграть в какую-то игру. То есть, все не так просто. То есть, казалось бы, просто радуйся, радуйся тому, что у тебя есть. Если не можешь повлиять на ситуацию, научись радоваться тому, что есть. И делай какие-то действия для того, чтобы увеличить количество событий, которые радость приносит. Нифига, не работает. Сразу быстро, мозг быстро адаптируется к этому и заполняет нашу жизнь различными переживаниями. И обычно в итоге люди к радости относятся пассивно. То есть, если все будет хорошо, тогда я порадуюсь. А если не будет хорошо, так ну не порадуюсь. Вот я считаю, что дело радости нельзя пускать на самотек. При этом буддийский аскетизм мне, честно говоря, притип. То есть, вот эта тема, что желания причиняют страдания. Поэтому нужно отказаться от желаний. Опять же, мозг быстро адаптируется. И на место больших желаний очень быстро приходят маленькие желания. Условно, я медитирую на образ Будды, а меня комар кусает. И я хочу, чтобы комар перестал меня кусать. То есть, появляются вот эти маленькие желания, которые занимают место большим. В то же время, мне не близка позиция кандида. Радоваться тому, все к лучшему в этом лучшем из миров. Радоваться тому, что происходит. Да, я живу в бочке, но убеждаю себя в том, что живу во дворце. Или я живу в бочке, как хорошо, что эта бочка не тыкана гвоздями. Порадуюсь-ка я этому. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. А можно мне и свободу, и дворец? А кто сказал, что нельзя? Кто запретит? Насколько понятна эта мысль? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Иногда счастье может быть самым простым. Может, а может и не быть. Радомира, очень хорошее замечание. Счастье в гармонии и покое, а не в чрезмерной радости, после которой выбрасывает в противоположность. Да, происходит адаптация, и после чрезмерной радости вы обязательно, мозг вам устроит какую-нибудь неприятность. Так, понятно. Идем дальше. Хорошо. Дальше идем. Давайте разберем немножко механизмы радости. Но здесь я хочу оговориться. Нейрофизиологи здесь есть. Если здесь есть нейрофизиологи или люди, которые разбираются хорошо и глубоко в этой теме, please, shut up. Потому что я сейчас буду максимально упрощать. Просто упрощать настолько до квадратиков и треугольничков. Я тоже не очень люблю упрощение, но сложные темы без упрощения не разобраться. Я думаю, что все вы, наверное, слышали про концепцию трех мозгов. Мозг, рептильный мозг, отвечающий за движения, за инстинкты. Лимбическая система, отвечающая за эмоции. И неокортекс. Это очень большое упрощение. Очень большое. Потому что, ну, на самом деле, во-первых, их не три, а пять мозгов. На самом деле, там, лимбическая система, например, это там... То есть каждый из этих, якобы, мозгов состоит еще из кучи вещей. Да, лимбическая система – это вообще там комплекс принципиально разных механизмов, скажем так, по-разному работающих. Но я, опять же, да, если мы не упростим, мы не поймем, как что работает. И вот идет сигнал, идет от неокортекса в рептильный мозг. То есть мы хотим сделать что-то, отправляем сигнал в рептильный мозг, тело движется, и от движения тела создается эмоция. То есть сначала у нас идет какое-то движение, и потом от движения происходит эмоция. Что нам создает движение? Движение, значит, происходит выработка гормонов. Тоже суперупрощение, да, то есть то, что гормоны отвечают за эмоции, это очень-очень большое упрощение. Но мы с вами, да, нам надо понять принцип, а не разобраться в физиологическом механизме. То есть мы сейчас не полезем с вами в синапсы и так далее, и так далее. То есть каждая эмоция, да, это принципиально разные процессы, за которые отвечают, они даже в разных частях человеческого тела находятся. Но нам, опять же, нам надо понять принцип, а не разобраться во всех этих сложнейших механизмах. У нас есть, что называется, хорошие гормоны, да, например, гормоны эндорфин. Вот когда ты выходишь на пробежку, то у тебя вырабатываются эндорфины, и у тебя возникает ощущение такой приподнятости, кайфа. Когда мужчина видит красивую женщину, да, или женщина видит красивого мужчину, да, у нас появляется такая выработка феромонов, да, сексуальных гормонов. И у нас тоже возникает какое-то приподнятое настроение, возникают тоже какие-то эмоции с этим, связанные с сексом. Дальше. Есть окситоцин. Это, что называется, такой гормон обнимашек, гормон социального взаимодействия. То есть, когда вы гладите котика или ребенка обнимаете, целуете, или любимую женщину целуете, обнимаете, да и просто обнимаете кого-то, у вас вырабатывается вот этот окситоцин, да, гормон социального доверия. Дальше есть серотонин. Это такое тоже, еще раз, ребят, вот если вы читали что-то другое об этих гормонах, ради бога, да, мне там все гораздо сложнее. Там про каждый гормон можно отдельную годовую лекцию прочитать. И я очень сильно упрощаю. Серотонин, да, это гормон такой общественного достижения, гормон власти, да, гормон вершины какой-то, да. И дофамин – это гормон достижения. Он скорее, на самом деле, гормон движения, да, гормон обратной связи с движением нашим, да, но там считается, что когда мы достигаем какой-то цели, да, например, поставил цель вынести мусор, вынес, и вы получаете заряд вот этого дофамина, да, в знак того, что вы цель достигнули. И то же самое, машину купил, получаете точно такой же заряд дофамина, как от вынесения мусора. Это типа хорошие гормоны. Есть плохие гормоны, например, кортизол, гормон стресса. Есть адреналин, гормон напряжения. И если нет плохих гормонов, да, то есть, казалось бы, нам надо, чтобы у нас было больше вот этих хороших гормонов и было меньше плохих гормонов. Но если у нас этих плохих гормонов нет, мы сами создаем себе неприятности. То есть, если у нас недостаток адреналина и кортизола, можно посмотреть хоррор какой-нибудь, да, и позаниматься каким-то экстремальным спортом. Казалось бы, вот этих негативных эмоций нужно избегать, чтобы быть счастливым, но не тут-то было. Нам, родившимся в джунглях, людям не хватает сильных эмоций в современном безопасном мире. И поэтому мы себе их устраиваем сами. Это можно делать либо сознательно, либо бессознательно. То есть, вам не хватает эмоций, вы в драку ввяжетесь где-нибудь. Как это работает в реальной жизни? У меня в детстве в моем была история, когда мне было лет 13, когда я подрался в школе с парнем стильно постарше меня, который меня очень сильно избил. То есть, стильная негативная эмоция. Причем это было там на дискотеке, которая от ощущения счастья, радости в абсолютный негатив. И после этого я там сбежал, пришел домой, вот и сидел, смотрел какое-то кино, какой-то, по-моему, тот самый Мюнхгаузен. Хорошее кино, любимое кино. И я вдруг поймал себя на мысли, что я испытываю огромный кайф, и что если бы этой драки не было, такого кайфа бы не было. То есть, что качество вот этого ощущения счастья, оно более полное из-за того, что только что было событие, которое я переживал как абсолютное несчастье. И похожее описание я наткнулся у Толстого в «Казаках», когда он описывал, как герой собирал какие-то ягоды в лесу, и там было какое-то солнце, небо, эти ягоды, и были комары, которые его там ужасно зажирали. И он вдруг почувствовал, что если бы не было этих комаров, не было бы вот этого ощущения, этого острого ощущения счастья. То есть, мы всегда испытываем сложные чувства, в которых счастье должно быть и несчастье, должен быть какой-то негатив. То есть, вот и этими сложными чувствами ими можно управлять. И мы попробуем этим позаниматься. Но самое интересное, что когда мы говорим о радости, чаще всего сознательно радость, которую мы себе делаем, то есть делаем какие-то усилия для того, чтобы переживать радость, это дофаминовая радость. То есть, я буду испытывать счастье, когда заработаю столько-то денег, я буду счастлив, когда куплю там такую-то квартиру, я буду счастлив, когда вот эту девушку завоюю, я буду счастлив, когда вот эти часы куплю. Я, это вот прям, вроде уровень рефлексий достаточно высокий, да, но на себе не видишь. Я сам это на себе проходил. Буду счастлив, когда куплю часы за миллион. Купил часы за миллион, счастья почему-то нет. Да, сразу захотелось часы за пять миллионов. Вот. И так далее, и так далее. Сейчас ношу часы за пятьсот долларов и счастлив. Полные штаны радости. Да, то есть, и вот эта радость, да, чаще всего дофаминовая. И она очень быстро выгорает, и каждое следующее достижение дает все меньше радости. Заработал сто тысяч – рад. Хочу миллион. Заработал миллион – рад, но уже меньше рад, чем тогда, когда было сто тысяч. И получается так, что у нас есть какие-то разные виды радости, разные виды счастья, да, то есть, разное качество счастья. А можно ли с ним как-то разобраться? Можно ли понять, какое оно бывает, да, то есть, и, собственно, да, какие действия нас к этому счастью приносят? И как нам выстроить некую симфонию, мелодию такую сложную, да, мессу си минор полифоническую, этой радости, в которой бы мы могли проживать, вне зависимости от того, какие события нас окружают, да? Потому что, ну, мир, вообще, мир катится ко всем чертям, да? Но он всегда катится ко всем чертям. Не было, в истории человечества не было ни одной минуты времени, когда человечество не катилось бы ко всем чертям. Оно все время, все время какая-то херь происходит. Поэтому, как бы, вот в мире все наладится, тогда я буду счастлив. Ну, в мире никогда все не наладится. То есть, ну, даже не пытайся переждать, переждать историю человечества. Итак, какие есть виды радости? Во-первых, это время от времени радость. Да, то есть, какие-то подарки жизни. Вот что-то произошло, и вот мгновение радости. Во-вторых, это фоновое ощущение радости. Да, то есть, в целом, все хорошо. Вот в любой момент времени я себя спрашиваю, как дела? Вот так вот. Да, то есть, есть безопасность, есть, там, есть крыша над головой, есть деньги, да? Есть работа, есть социальное окружение, да? То есть, есть какая-то встроенность в процессы, и они стабильны. Да, и это создает фоновое ощущение радости. И если этого нет, соответственно, ну, надо, значит, если мир вокруг тебя изменился к худшему, да, значит, нужно, соответственно, изменить географию. Слава тебе, Господи, там, перемещаться по миру сейчас не запрещено, и можно переместиться туда, где комфортнее. Дальше. Фундаментальное ощущение радости, то есть, ощущение того, что все в мире правильно и осмысленно, что все идет так, как надо. Дальше. Интеграция жизненного опыта и теней, да, то есть, у меня нет каких-то вещей, которые я от себя скрываю, да, то есть, я с собой веду честные разговоры, да, и я не создаю перекосов каких-то, которые... Да, у меня нет жизни тайной от меня, да, то есть, у меня может быть какая-то часть моей жизни, которая скрыта от общества, да, но от себя я эту часть жизни не скрываю. Да, я ее интегрирую. Если у меня есть какой-то жизненный опыт негативный, опять же, я с этим жизненным опытом что-то делаю, да, то есть, я его каким-то образом проживаю, переживаю, адаптирую и интегрирую, а не позволяю этому жизненному опыту разрушать мою жизнь. Очень часто именно вот это создает ощущение счастья. Все зашибись, но 10 лет назад со мной что-то такое случилось, и я 10 лет это переживаю. То есть, есть люди, которые хотят, там, какое-то одно событие, причем это может быть и серьезное событие, там, не знаю, убийство, изнасилование, там, еще что-то, да, ограбление, вот, а может быть и что-то, что особо как бы не выглядит как особо травматический опыт, но мы найдем, находим в себе способ создать себе травму на ровном месте. Дальше, здоровая реакция на негативные события в жизни, да, то есть, у каждого человека, у каждого есть в жизни негативные события. Мы, наше поколение, такого пережило, господи боже мой, не дай бог, да, сейчас тоже опять там, тоже люди переживают там определенный негативный опыт, аккуратно выражусь, да, но у нас были 90-е, да, то есть у нас было время, когда там мы ложились спать с обрезом под подушкой, да, то есть мы были фермеры. фермерами в 90-е годы, поэтому все, все жестко было, так что нас как бы не удивишь негативными событиями, у нас к ним здоровая реакция, здоровые отношения. Дальше, здоровые отношения с окружением. Опять же, есть люди, которые в любом окружении устроят себе нездоровые отношения, а есть люди, которые в любом нездоровом окружении выстроят отношения так, что это нездоровое окружение никак не сможет на них негативно повлиять. И, наконец, приятные воспоминания, приятные ожидания. Например, вы наверняка замечали такую штуку, что когда запланирована какая-то приятная вещь, путешествие, например, или вечеринка, все остальное время оно пропитано этим ожиданием. Последняя неделя перед Новым годом всегда освещена этим ожиданием Нового года. Да даже весь декабрь очень часто. И знаешь, вроде бы умом, что ничего не изменится, все будет эти самые, но вот ожидание, приятное ожидание, оно освещает все вокруг. Вот мы видим, как минимум, видим семь видов радости. Давайте я еще раз повторю. Время от времени радость, фоновое ощущение радости, фундаментальное ощущение радости, интеграция жизненного опыта и теней, здоровая реакция на негативные события в жизни, здоровые отношения с окружением и приятные воспоминания и ожидания. Насколько это понятно? У меня сейчас нет задачи, чтобы вы все это наизусть запомнили, не пытайтесь это запомнить. Мне важно, чтобы вы поняли, что их несколько, что их больше, чем одно, больше, чем два видов радости. Если что-то непонятно, задайте вопросы. Если понятно, напишите, что понятно. Мне это важно, почему я должен понимать, что вы следите за моей мыслью, следуйте за моей мыслью, успеваете, что я не слишком быстро рассказываю. Так, хорошо, идем дальше. С чего мы начнем? Мы начнем строить какое-то вот это... Мне нравится симфония радости, но может быть это не симфония, а храм радости. То есть мы будем строить фундамент, потом стены, потом отделку какую-то внутреннюю. То есть это разные измерения этой радости. И начнем мы с фундамента. И следующие два занятия будут посвящены строительству вот этого фундамента. Фундамента человеческой жизни, фундамента счастливой жизни. И я вас спрошу, давайте мы подумаем, как вам кажется, что является фундаментом, на ваш взгляд, у меня есть своя версия, возможно, она ошибочна. Может быть, вы сейчас... То есть я не скажу, что у меня есть правильное решение, у меня есть мнение некое по этому поводу, которое я вам изложу. Что является фундаментом человеческой жизни? На чем человек строит свою жизнь? На чем стоит человеческая жизнь? На самом деле, я думаю, что не только человеческая жизнь, но и жизнь общества, жизнь страны тоже стоит на этом уже. Я сейчас как раз немножко краем занимаюсь социологией, и мне интересны вот эти взаимодействия между людьми, и интересно, по каким законам вообще развивается общество. Кажется, что все это уже известно, переизвестно. Оказывается, даже предмета социологии, нет определения предмета социологии. Кто-то считает, что предметом является общество, кто-то считает, что предметом является взаимодействие в обществе. Обществу или взаимодействие в обществе? Что у нас предмет является? Конта я читал, конечно же, если вы хотите мне дать отсылку. так ценности гармония отношения предназначение предвосхищение будущего целостность дух вера ментальная программа жизнь с богом все прекрасные замечательные версии семья осознанность удовольствие уважение к предкам фундамент контакт с собой выживание опора на страхах стоциум контакт с собой закон своей ценности конкурентность все замечательные версии на мой взгляд фундамент человеческой жизни это цель то есть если человек всего достиг и если у него нет цели это значит что все содержание его жизни в прошлом да то есть у человека нет будущего его из него есть только прошлое да то есть человек который всего достиг да он живет в прошлом цели нет значит нет и будущего мне очень нравится высказывание я не знаю кто автор его мужчина должен пахнуть будущем это очень точное высказанное единственное что я бы конечно расширил даба женщина что чем должна пахнуть да я считаю что человек должен пахнуть будущем да и от человека это сразу же видно пахнет от него будущем или или нет да то есть это именно вот мне очень нравится именно запах будущего так это не что-то что ты как бы видишь но ты не можешь это не чувствовать да то есть ты сразу же понимаешь вот от этого человека пахнет будущем от этого нет он сидит и все переживает какие-то старые эти самые на вот 20 лет назад то-то-то-то а вот 10 лет назад то-то-то-то в прошлом году то-то-то да и человек который направлен в будущее а если человек направлен будущем значит у него там есть какая-то цель а если нет цели то он не будет в будущем направлен другое дело то вот эта цель и вот эта направленность будущем она может принадлежать человеку он может там выбрать свою цель и двигаться к этой цели а если у него нет или своей да он может взять чью-то другую и достигать чьей-то другой цели и если у вас нет цели да то есть если вы сами себе не выбрали цель это значит что вы чью-то другую цель достигаете да это значит кто-то другой вам дал цель и вы к этой цели идете то есть вы живете для того чтобы кто-то другой для того чтобы осуществлять цели кого-то другого потому что если у вас нет цели значит вы не живете вообще да то есть вы только вспоминаете да то есть вы живете в прошлом если есть будущее то есть и цель вопрос давайте так понятно ли это мысль моя о том что будущее у человека есть только в том случае если у него есть цель да понятно да теперь давайте определим я задам вам два вопроса первый вопрос что является вашей целью на этот год вот на этот год учебный давайте мы учебным годом мыслить будем да вот сейчас сентябрь двадцать третьего года вот что вы хотите чтобы в вашей жизни появилась изменилась исчезла к первому сентября ну давайте к четвертому сентября двадцать четвертого года цель надо какая если например но давайте так я понимаю что может быть а вдруг там цель какая-то связана с другими людьми которая секретная да цель есть цель секретная если секретно да напишите что цель есть цель секретная понятно как сформулировать цель является ли она единственной сейчас мы с вами будем разбираться следующие два занятия мы будем разбираться с целями как раз таки вполне может быть что она у вас есть уже сейчас вполне может быть что она у вас есть но она изменится в процессе так повысить доход 10 раз освоение новой специальности цель есть продать сценарию и другую сферу деятельности цели нет цель есть секретно это нормально секретная цель тоже я ничего против не имею да если например вдруг как бы границы границы мы соблюдаем если есть возможность сказать о ней то скажи так хорошо год цель есть стать коммерческим автором тоже не пугайтесь и не паникуйте если например там несколько целей если там непонятки с целью это совершенно нормальная история я со своими целями там работаю всю жизнь они все время корректируются они меняются да то есть это нормальная ситуация и до бывает такое что человек там в детстве осознал что его цель вот такая вот и все и он к этой цели идет свою жизнь большая незаменимая да все все остальное его не интересует это очень редко бывает это бывает но бывает очень редко чаще всего цели меняются вот а бывает так что человек ставит цель и ему кажется что ну это вообще невозможно сделать не знаю там у меня на каком-то этапе была цель выпустить книгу написать книгу чтобы ее издали и казалось я жил в деревне там же и мне казалось что вот если у меня выйдет книга и то больше ничего уже не надо я уже буду считать что жизнь не удалось верить даже так сначала мне хотелось чтобы меня просто опубликовали где текстами стихи я тогда писал потом прозу начал писать и у меня роман первый вышел в москве в издательстве эксмо когда мне было 20 но я его написал в 22 года а вышел он не было по моему 24 года через два года то есть это произошло мгновенно практически да то есть очень быстро да и казалось цель достигнута все ну как бы дальше можно помирать нет я дальше стал другие цели ставить я ставил цели до долгое время у меня целью было создание универсальной системы повышения продуктивности творческих людей настоящий момент я считаю что эту цель достигнута в том числе и вот да этот тренинг который вы сейчас проходите то это часть этой системы мои книги букварь сценариста нарис номер один пишется до самодисциплина для писателей сценаристов это все часть системы которые на мой взгляд есть какие-то вещи которые нуждаются в доработке да но в целом целом на настоящем настоящем этапе развития что называется когнитивной науки я считаю что цель достигнута может быть там мы сделаем какие-то открытия которые изменят изменят будем корректировать хорошо дальше что является целью вашей жизни в связи с этим вот цель на год понятно для вас по крайней мере для вас цель понятно хорошо а целью жизни что является вашей если у вас цель жизни или вы живете так бесцельно то есть если вы живете это нормально совершить жить бесцельно нормально совершенно вот и в этом случае вы будете выполнять цели ваших окружающих вас да то есть люди которые вас окружают вы будете их цели выполнять а своих если вы не осознаете свои цели да не идете к этим цель не делайте действий не просрать жизнь не очень мне нравится да такая негативная негативная цель да а каковы критерий вот как вы поймете что вы жизни не просрали познание радость в процессе опять же на как вы поймете что вы достаточное количество познание радости в процессе испытали так помогать людям как вы поймете помогли вы людям уже или нет научиться любить куческая реализация жить долго и счастливо опять же тоже какая цель да то есть но может быть такая цель да допустим дожить до 100 лет до 120 лет может быть такая цель почему нет нет цели жизни вот чаще всего у большинства людей на самом деле вот здесь либо какой-то самообман либо какие-то навязанные цели либо чаще всего вообще нет цели но ничего страшно мы разберемся спасение души вполне понятная цель стать ролевую моделью для женщины тоже понятная цель вполне прожить счастливую жизнь счастливые дети жить то есть счастливые дети и внуки цель жизни да то есть ваша цель это связано с другими людьми да то есть вы достигаете целей других людей они хотят чтобы вы посвятили свою жизнь их счастью вы у них спрашивали они согласны с тем что цель вашей жизни их счастье и ну ничего страшного вы как бы я вижу что пока нет нет здесь понимания даже большинства создать рот хороший хорошая цель снять фильм хорошая понятная цель оставить красивый цвет вот я чудо вот некоторых случаях видно что есть хотя бы по крайней мере да понятно что такое цель создание своей империи приносить пользу миру быть счастливым вопрос как вы поймете что вы уже принесли пользу мимо так как вы поймете достигли в этой цели или нет стать лучшей версии себя для чего просто просто чтобы быть лучше чем есть сейчас как вы поймете что вы стали лучше так изменить мир к лучшему может быть цель мне кажется да мне кажется да изменение мира к лучшему может быть да единственно что здесь нужно опять же понять да не абстрактно изменить мир к лучшему а создать что ну как конкретизировать свою цель потому что опять же каким каким критериям мы измеряем изменили вы мир к лучшему или нет хорошо ничего страшного мы сделали первый какой-то подход к этой цели я вам вас с этой мыслью оставлю да то есть я попрошу вас в течение этой недели подумать и уточнить свою цель а вот татьяна пись какой милый обесценивает да это это она есть да действительно так то что я делаю да это очень как бы близко к обесцениванию целей но на самом деле я просто показываю что у вас там при обесценивать сворничек просто показываю как бы отсутствие цели да и она выглядит со стороны выглядит как обесценивать хорошо идем дальше и я хочу чтобы вы в течение этой недели подумали и уточнили вашу цель на год сформулировали ее и цель вашей жизни да мы ее в течение недели начнем мы думать и следующий в течение следующих двух занятий мы будем как раз заниматься уточнением ваших целей и я даже если вам кажется дочитом не так все понятно поверьте мне через две недели вы что-то что-то изменится в вашем понимании вашей цели изменится к лучшему кроме этого у нас будет домашнее задание на каждый день то есть вот мы с вами строим фундамент фундамент мы строим на цель а то есть нам нужно понимать что является целью вашей жизни нам нужно понимать что является целью вашей на текущий на ближайший год и мы будем заниматься не достижением этих целей то есть вы будете идти к ним своим каким-то там параллельным путем да а счастье радость они будут побочным эффектом вашего движения к этой цели то есть можно идти к цели быть несчастным да но нельзя не идти к цели и быть счастливой наша задача идти к цели и быть счастливым а если вы к цели не идете быть счастливым нельзя но можно быть счастливым если вы там вам может быть так что вам кажется что вы к цели не идете но вы на самом деле чью-то чужую цель осуществляете и и при этом вы счастливы может такой быть может быть но лучше опять же чтобы это было сознательным решением лучше осознать это для себя да я признаю вот я у меня есть человек которому я помогаю достичь его цели окей хорошо если как бы вас это устраивает его это устраивает вперед действий помимо этого у нас будет домашнее задание на каждый день и сразу хочу оговориться что если вы будете только делать это задание вы результаты получите если вы не будете делать это задание вы результаты не получите задание следующие 1 и будет 2 я попрошу вас каждое утро присылать комменты свое сэлфи с улыбкой задание непростое мы уже делаем тест его пробовали несколько пару недель назад и мне нужно не гримаса да не натянутая искусственная улыбка а мне нужна искренняя радость да то есть я не буду никак контролировать не буду да вам что-то вы плохо тут улыбаетесь нет это будет для себя это зеркало вот и соответственно просто улыбнуться на самом деле вряд ли у кого-то получится да то есть для того чтобы улыбнуться нужно настроиться для того чтобы настроиться нужно что сделать нужно расслабиться и каждое утро у вас более неволе вам придется во-первых расслабиться да и потом сделать сэлфи и запустить запустить это сэлфи в комментарии уроку и соответственно лучше я буду делать помимо этого я сам его естественно я все задания всегда выполняю сам да я буду постить сэлфи напоминаю если вы там в контакте подписаны чтобы если забыли да увидели мою рожу помятую с утра увидели в ленте да и сказали ну и раз молчанов не стесняется свою рожу выставить наверное мне можно не стесняться и в комментариях выставить а вот уж когда я буду успевать это там не знаю когда-то буду когда-то буду но буду выставлять а вот если нету если не видите да проснулись с утра в 6 утра еще не видите этого фото моего или я забыл или еще что-то произошло да значит просто заходите прикрепленный пост он будет последнее занятие тренинга всегда будет висеть прикрепленным постом здесь на странице делать фото расслабляться до настраиваться улыбаться делать селфи и пусть никто кроме подписчиков да здесь ваши поверьте всем пути хуги высыпать да то есть вы думаете наверное что я все вот да да всем плевать честное слово всем плевать а вот спокойно выставляйте да и вот чтобы как бы здесь стало создаваться поле какое-то и она будет постепенно постепенно создаваться с каждым вот этим селфи да она здесь будет создаваться позитивное позитивное вот это поле если вам при этом допустим захочется подурачиться до подмигнуть высунуть высунуть язык рожицу как он скончить супер ну вообще отлично да то есть если это будет ваш способ выразить позитивную эмоцию но пожалуйста если вы там секретный константин левой chance ну закройте лицо глаза закройте сам наденьте маску или еще как-то это самое да но чтобы мы видели видели вашу улыбку и соответственно да вот каждый раз вам волей-неволей придется испытать позитивные эмоции делает это селфи да то есть вам придется настроиться на позитив мне очень нравится гурджиев свое время сказал такую штуку что когда человек врет да самое трудное что ему сделать приходится сделать в этот момент да это убедить самого себя в том что он говорит правду да то есть на самом деле вы очень быстро заметите что искусственная улыбка не получается что вас у вас не получается просто улыбнуться да и сфотографировать себя запустить да вам надо прочувствовать это да то есть вам надо прочувствовать эмоцию для того чтобы улыбнуться и запустить а вот и вот это ежедневная ежедневная рутина позитивные эмоции она постепенно начнет менять ваш день то есть вы улыбнулись с утра да и что-то в течение вашего дня пойдет по другому по другому пути то есть радости будет больше вы начнете по-другому принимать решения вы начнете действия как-то по-другому делать то есть очень быстро заметите что эмоциональное наполнение дня у вас изменится и вы начнете решение принимать по-другому вот второе что нужно делать в конце каждого дня приходить сюда же в этот пост и писать отчет что вас сегодня радовало то есть тоже не надо там все вот это радовало и вот это да ну хотя бы одно что то что то вот это радовало на вот если опять же повод для радости секретный да напишите был секретный повод для радости и опять же да оглядываясь на свой день вам может быть кажется что там вот был день такой ничего там в нем радостного такого не было но надо отчет написать да обязательно было даже если вас весь день пытали да но вот был перерыв до весь день сидел у зубного сверлили зубы но вот в два часа врач ушел на обед и вот была радость один момент радости всегда всегда есть какие-то моменты радости и если вы когда вы фиксируете опять же таких моментов становится больше 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 и вы постепенно будете переустраивать переустраивать весь свой весь свой вот не хочется говорить эмоциональный настрой потому что эмоциональные изменение эмоционального настроя будет постепенно менять содержание вашей жизни то есть вы действия начнете по-другому предпринимать и вы это заметите очень очень быстро поверьте хорошо значит что еще здесь вот все понятно да каждое утро сэлфи каждый давайте мы сделаем сейчас прям проверим сэлфи сделаем да давайте давайте сделаем улыбающийся целфи делаем улыбающийся целфи проверим что мы можем ли мы с вами делаться так где у нас эфир комменты захерачивать целфи свое я сделал все давайте в комменты закидывайте и соответственно завтра с утра сегодня вот все кто слушает эфир вам задание когда бы вы его не слушали сделать салфи свое с улыбкой и запустить в комменты делаем перед перед перекличку улыбающихся людей если будет придурочно или еще что-то тоже не парьтесь то есть но я понимаю кто-то из вас собираются баллотироваться в муниципалитет и боится что эти фотки будут использованы против вас в качестве компромата ну блин если вы собираетесь баллотироваться в муниципалитет то это земля без радости и не вам наверное не надо на этом тренинге быть всем нельзя материться почему вам можно я разве вы матерился нет я не матерюсь что вам что-то послышалось что-то вам такое послышалось нет я матом не ругаюсь как запилить контакт ну с телефона фотографируемся захерачиваю китаван македонская посмотрите пожалуйста в словарь какие слова являются матерными их четыре четыре корня являются в русском языке являются и считаются матерными слово захерачиваю не является матерными так что-то у нас у китаван македонской как негативит давайте-ка я ее удалю с тренинга как я и предупреждал не здесь негативисты не нужны собаню так есть по моему офигенно согласитесь окей окей хорошо ну и вечером соответственно каждое утро и рачим туда фоточки или фигачим нет нет именно именно этот самый именно тебя для того чтобы вы это это не для меня же господи это для вас для того чтобы вы включились в это поле и постепенно мы с вами вместе начнем начнем это поле создавать негативистов буду убирать из тренинга даже вот рука не дрогнет я буду делать это с улыбкой с радостью любовью сразу весело стало ребят вот те кто запустил селфи изменилось ощущение скажите согласитесь изменилось ощущение спросил и сам ответил вот и каждый вечер отчет пишем что что за день порадовало вот и в конце недели в конце недели отвечаем на на основной вопрос вот и следующее на следующей неделе соответственно общаемся тогда когда общаемся все ли понятно вам из того что я вам сегодня рассказал если есть какие то вопросы то задавайте вопросы если все понятно как работает что делать и так далее напишите что все понятно если есть вопросы задавайте вопросы супер я на самом деле очень рад потому что как-то мне не хватало этого тренинга потому что но это тяжело действительно тяжело когда два года подряд ведешь еженедельно ведешь готовиться надо программы я же не просто выхожу и здесь мантры поют да отдаю достаточно сложные темы а вот и это тоже там и времени требует и энергии какой-то но я прям сегодня с облегчением таким пришел то есть почувствовал что мне этого реально не хватает то есть есть мастерская да но мастерской мы занимаемся занимаемся строго профессиональными вопросами запись будет да запись будет прямо здесь запись будет здесь она сразу же как только трансляция закончится сразу здесь запись появится плюс ее там чуть позже выложат на youtube в дзен и куда еще в подкаст то есть все везде везде все появится хочу свои фото сюда ну после эфира выложить пока все понятно все есть друзья до следующего понедельника пока пока пока